В сентябре вины подорожают на 10-15%. Торговые сети уже получили соответствующие предупреждения об увеличении отпускных цен. Сегодня только треть продаваемого алкоголя отечественного производства. Да и то при его изготовлении зачастую используется зарубежное сырье. Поставщики крепкого спиртного пока стараются держать цены на прежнем уровне. Некоторые крупные компании, такие как Диаджо Пернорикар, которые сами представлены своими представителями в России, и их акции котируются на лондонской бирже, для них самый худший показатель падения продаж. Поэтому они в ущерб своей прибыльности готовы не так сильно повышать цены, делают плавное повышение, которое идет очень медленно и отстает сильно от роста курса доллара. Что касается вина, вино, к сожалению, растет очень быстро. Вино в Россию привозят более мелкие компании. Их возможности для сдерживания роста стоимости продукции крайне ограничены. В результате, с декабря прошлого года, когда произошел резкий обвал рубля, ценники в магазинах постоянно переписывают. Мелкие торговые сети вслед за поставщиками вынуждены повышать стоимость товаров несколько раз в месяц. Крупные федеральные сети реже за счет больших объемов закупок и долгого согласования новых цен. Я думаю, что спрос будет смещаться в пользу более дешевого алкоголя, во-первых. Во-вторых, люди будут больше внимания обращать на отечный алкоголь, но отечный алкоголь, он не сможет покрыть всего спроса на алкогольную продукцию, которая в Российской Федерации формируется, даже с учетом поставок из Крыма. Поэтому вероятнее всего, что просто снизится количество потребляемого алкоголя и качество алкогольной продукции, которая будет употребляться. С начала года ввод скрепкого алкоголя упал в среднем на 36%, вина почти на 40%, пива на 70%. Я думаю, да, будет более дешевый пить, более дешевый сорт алкоголя покупать. Это как-то повлияет на вас? Будете покупать? Нет, не повлияет. Если нужно, почему бы не купить? Не вижу особо проблем в этом. Я лучше лишний раз что-то не куплю, чем бы в долги залазить. Или распланирую свой бюджет граммов. А алкоголь не является какой-то важной частью моей жизни. Как только положение национальной валюты стабилизируется, эксперты ожидают рост цен и на крепкий алкоголь. По их прогнозам, по сравнению с прошлым годом, он подорожает не менее, чем в два раза. Тем временем в стране растет популярность самогоноварения. По оценке отраслевого агентства «Цифра», годовой оборот самогона в России составляет порядка 150-170 миллионов литров. Для сравнения, легальное производство водки в России в прошлом году составило 666 миллионов литров.